Сатана уединился и принялся разрабатывать в деталях план осуществления своего замысла таким образом, чтобы наверняка склонить Адама и Еву ко греху. Он опасался, что его замысел не исполнится. А если даже и удастся совратить Адама и Еву к непослушанию Божьим повелениям, что должно сделать их нарушителями его закона, то ему это не принесет никакой пользы, и его положение нисколько не улучшится, поскольку его вина перед Богом и святыми ангелами еще более возрастет. Сатана содрогнулся при мысли о том, что осуществление его замысла заставит эту святую, счастливую пару страдать и мучиться такими же угрызениями совести, которые испытывал он сам. Казалось, он заколебался. Он был то твердым и решительным, то неуверенным в себе. В это время его сторонники разыскивали его, своего предводителя, чтобы сообщить ему о своем решении объединиться с ним в осуществлении его плана и понести вместе с ним ответственность за возможные последствия. Тогда Сатана превозмог состояние отчаяния и нерешительности и воодушевился, чтобы не колеблясь осуществить намеченный план и сделать все, что в его силах, для подрыва авторитета Бога и его Сына. Он ознакомил своих союзников с намеченным планом. Если открыто подойти к Адаму и Еве, говорил он, и высказать им свое недовольство Сыном Божьим, то они никого не станут слушать, будучи готовы к такому дерзкому выпаду. Если попытаться устрашить их великой силой, которой обладает ангел, занимавший высокое положение во Вселенной, то этим также не удастся ничего добиться. Поэтому нужно прибегнуть к хитрости и обману, чтобы достичь того, чего невозможно добиться силой и принуждением. Бог собрал все воинство небесных ангелов для принятия мер против угрожающей первым людям опасности. На Небесном Совете было решено, что верные ангелы посетят в Эдеме Адама и Еву и предупредят их об угрожающей им опасности. Два ангела без промедления спешно направились к первым людям. Святая Чета встретила их с радостью, искренне выражая сердечную благодарность и хвалу своему Творцу за то, что он столь обильно осыпал их своими щедротами. Ведь все, что окружало их в Эдеме, изумительное и привлекательное, было сотворено для их счастья и наслаждения, и, казалось, мудро приспособлено для их нужд. Более всех других благословений Адам и Ева дорожили тем, что к ним часто приходили Сын Божий и Его небесные ангелы. При каждом их посещении Адам и Ева могли общаться с ними, подробно рассказывая о своих новых открытиях чудес природы в прекрасном Эдемском доме. У них было множество вопросов, ибо кое-что они еще очень смутно понимали. И на этот раз ангелы милостиво и любезно отвечали на все вопросы людей, а потом поведали им печальную историю о восстании, поднятом сатаной на небе, и о том, как он был низвержен оттуда. Затем ангелы объяснили первым людям, что находящееся в саду дерево познание добра и зла является залогом их послушания и любви к Богу, и что счастливая и радостная жизнь святых ангелов является следствием их полного послушания Богу, а поэтому они тоже находятся в схожей ситуации, поскольку, как и люди, они могут или повиноваться закону Божьему и быть несказанно счастливыми или не соблюдать закон и утратить из-за этого свое высокое положение и испытывать безнадежное отчаяние. Они сказали Адаму и Еве, что Бог никогда не будет принуждать их к послушанию Ему, что Он не лишает их возможности противиться Его воле, что они с полной свободой выбора могут повиноваться Его закону или нарушить Его, лишь один запрет Бог посчитал уместным установить для них на какое-то время. Если же они нарушат Божью волю, их ожидает неминуемая смерть. Они рассказали, как некогда превознесенный ангел, уступавший по своему положению одному лишь Иисусу Христу, отказался повиноваться закону Божьему. В результате этого на небе произошла война, которая закончилась тем, что мятежник был изгнан оттуда, а вместе с ним и все те небесные ангелы, которые поставили под вопрос власть и авторитет во вселенной Великого Иеговы. Теперь этот изгнанный с неба бунтовщик стал злейшим врагом всего, что касается Бога и Его Сына. Верные ангелы предупредили Адама и Еву, что сатана замыслил сделать им зло, и что теперь им необходимо быть весьма осторожными, так как они могут столкнуться с этим падшим врагом. Он не сможет причинить им вреда только в том случае, если они останутся послушными Божьим повелением. И тогда, при необходимости, все небесные ангелы придут им на помощь, прежде чем этот враг успеет причинить им зло. Но если они ослушаются Божьих повелений, то у сатаны постоянно будет возможность досаждать, смущать и беспокоить их. У них было два пути. Остаться непоколебимыми при первых же попытках сатаны искусить их, и всегда находиться в такой же безопасности, как и небесные ангелы, или уступить искусителю, и тогда тот, кто не пощадил последовавших за сатаной небесных ангелов, не пощадит и их. В последнем случае им придется понести наказание за свое преступление, ибо закон Божий так же свят, как и сам Бог, требующий от всех жителей неба и земли полного послушания. Ангелы предостерегали Еву, чтобы во время работы в саду она не отлучалась от своего мужа, так как может встретить этого падшего мятежника, а встретиться с ним в одиночку намного опаснее. Ангелы настоятельно советовали им неотступно следовать Божьим наставлениям относительно дерева познания добра и зла, ибо только полное послушание его повелением являлось гарантией их безопасности, поскольку тогда враг будет лишен возможности обмануть их. Бог не позволит сатане постоянно искушать ко греху Адама и Еву, только у дерева познание добра и зла, он может подойти к ним. Адам и Ева заверили ангела в том, что никогда не посмеют приступить ясное и определенное Божье повеление, что наивысшей радостью и удовольствием для них является исполнять его волю. Ангелы объединились с Адамом и Евой в сладкозвучном пении, и сатана слушал, как из счастливой обители Эдема льется песнь, исполненная радости и любви к отцу и сыну. Он слушал эту мелодию, а его зависть и ненависть разгорались все больше, и он поведал своим сторонникам о том, как ему не терпится склонить Адама и Еву к непослушанию, и тем самым навлечь на них гнев Божий, чтобы тогда вместо песен хвалы с их уст срывались слова ненависти и проклятия в адрес Создателя.